Эдвард Джи Робинсон Композитор Миклос Рожин Продюсер Сол Леса Автор сценария и режиссер Делмер Дейвс Когда-то Пайни Ридж был целиком покрыт густым лесом, но теперь там не осталось загадок. Современные шоссе пронзили тьму и принесли свет. Но в лесах дальше, на юг, все по-старому. Сойти туда с заброшенной дороги все равно, что пройти через стену и закрыть за собой дверь. Заросшие тропинки ведут в никуда, пересекая друг друга и заканчиваясь неожиданно. Лишь одна из них ведет к ферме Моргана. Ферма Пита Моргана, как замок за высокой стеной, который все видели, но мало кто был там. Попасть туда можно лишь по проходящей рядом сельской дороге. Дальше, на север, она выходит на шоссе у фермы Рентона. Джо Рентон, как и остальные местные фермеры, не жалуется на жизнь. Он выращивает хорошие яблоки. Земля в долине, плодородная. Вся окрестная молодежь ходит в школу. Парни заканчивают немного позже, чем их сверстники из города, потому что им нужно время на посадку и сбор урожая. Сильные ребята. А девушки тут самые красивые. Воскресенье Да, если в магазин не позовут. А где переоденешься в плавки? Может, я их сразу надену? Нет. Возьми их с собой. Переоденемся у карьера. А кто еще будет? Только мы. Привет, Теллер. Как охота? Пока, ребята. Не скучайте. А ты что делаешь так близко к цивилизации? Ты выросла, Тиби? Почти взрослая? Почти. Да я уже взрослая. Я бы не сказал. Да что ты знаешь, ты только восемь классов окончил. Я знаю такое, чему в школе не учат. Что такое, Мэг? Нервничаешь? Я обещала Питу Моргану, что приведу тебя сегодня, но не знаю, как позвать тебя. Похоже, ты уже позвала. А что ему нужно? Ты лучше сам спроси. Это надолго? Не так уж долго, Нейт. Мы уже приехали. Ладно, Мэг, пошли. Эй, Нейт, а что Тиби скажет? Пит. Да, Мэг. Я привела Нейта Сторма. Мы говорили о нем. Я тут подумал, Мэг. Не уверен, что это правильно. Пока что мы справлялись и вдвоем. Чужой может все испортить. Но тебе же будет легче, если Нейт будет помогать вечером. У вас с ним что-то есть? Нет. Он встречается с Тиби Рентом. Ну ладно, поговорю с ним. Я никогда не мог отказать тебе. Мэг, хвалила тебя, Нейт. Хотя ты как-то мелковат. Какой есть мистер Морган? Как мамин магазин, иногда и доллара в день не выходит. Зачем вы меня позвали, мистер Морган? Знаешь про мою ногу? Деревяшка. Моя сестра и Мэг с чего-то взяли, что мне трудно лазить по лестнице. Это не так. Нет, сэр. А еще они решили, что ферма приходит в упадок. Я уже не справляюсь, как раньше. Вот и уговорили взять помощника. Чтобы помогал по вечерам. Я плачу 35 центов в час. А нельзя 40? Мне потом целый час идти домой. Да, я не подумал. Буду платить 50 центов. А можно начать сегодня? Ты точно не против, Мэг? Конечно. Спасибо. Пошли, Нейт. Эллен. Эллен. Пит взял Нейта. Хорошо. Надеюсь, Пит не отвык работать с кем-то. Надеюсь, все получится. Точно не хочешь больше, Нейт? Нет, спасибо, мэм. Никто не поверит, что я ужинал у вас. Почему, Нейт? Ну, вас и мисс Эллен называют... Загадочные Морганы. Правда? Но больше не будут. Когда я расскажу им, как тут здорово. У вас лучший стол в долине. У нас тут все свое. Нам даже незачем ездить в город. Что еще говорят про нас, Нейт? Да ничего. Ну, говорят, что Мэг не ваша дочь. И вообще не родная вам. А почему они меня не спросят? Людям интереснее слухи, чем правда. Какие слухи? Ну... Говорят, что родители Мэг бросили ее еще младенцем. Это неправда, Нейт. Ее родители поехали на юг найти новую ферму. Оставили Мэг нам. Они погибли в аварии. Мы с Питом официально удочерили Мэг. Тут не о чем сплетничать. Ей тогда было всего два года. Приемные родители, это нормально. Я благодарна. Конечно. Теперь, как я услышу, что люди сплетничают, я скажу им, и что? Мэг не единственный приемный ребенок в мире. Вы извините, что я убегаю так сразу, но мне лучше идти. Уже поздно. Я, наверное, срежу через лес. Ты знаешь дорогу через лес? Нет. Но ветер разогнал тучи. Я бы лучше пошел по дороге. Я давно знаю этот лес. Не скажу, что я трус, но ночью я бы туда не пошел. Да я с детства не боюсь леса. Ни днем, ни ночью. Но ты сказал, что не знаешь этот лес. Деревья везде одинаковые. Ты заблудишься. Пусть идет, Пит. Я не хочу, чтобы он потерялся. Закрой дверь, Пит. Я не хочу, чтобы он пострадал. Погоди. Не ходи через лес. Мост через ручей сломан. А я перепрыгну. Там трясина. Я найду дорогу. Иди по дороге. Через лес будет быстрее. А потом эти крики будут сниться тебе всю жизнь. Что за крики? Из Красного Дома. Если я увижу этот дом, я его обойду. Это невозможно. Ты пробовал убежать от криков? Это невозможно. Они догонят тебя в лесу. Будут преследовать всю жизнь. Нейт. 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 Эллен. Что ты ему сказал? Парень не трус, но он дурак. Я говорил, но он не слушал. О чем говорил? Одной храбрости мало. Он не дойдет. Он вернется. Он вернется. Вы идете на свой страх и риск. Он вернется. КОНЕЦ 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 Да, миссис Торм, Нейт заночует у нас. Не переживайте. Много работы и хороший ужин ему только на пользу. Не за что. Мы рады, что он с нами. До свидания. Откуда ты знаешь, что он вернулся? Нейт в порядке. Он нам очень поможет здесь. Здрасте. И как ты тут оказался? Прибежал. Вы так напугали меня вчера. Правда не должна пугать ни мужчину, ни мальчика. Правда? Эти ваши крики в ночи. О чем это ты? Только не говорите, что мне послышалось. Когда я был в лесу, я слышал... Что слышал? Не знаю. Или крики, как вы говорили. Или просто ветер. Лучше забудь об этом, сынок. Иди умойся. Позавтракаешь с нами и поедешь в школу с Мэг. Что за человек этот Пит? Он всегда хорошо относился ко мне. Он добрый и заботливый. На мой прошлый день рождения он купил в городе самую лучшую мебель мне в комнату. Он всегда был таким. А что это за красный дом? Он говорил про этот дом очень давно. Но с тех пор не вспоминал о нем. Нет? Нет. Просто сказал не ходить в лес. Я тогда была маленькая. А что ты знаешь про эти крики? Я ничего не знаю и не хотела бы узнать. Ты что, ночевал у Морганов? А если и так, что такого? Да. У тебя железные нервы, Нейтсторм. Ты где был вчера? Я звонила тебе. Работал. Работал? Всю ночь? Тиби, я что, ничего не могу сделать, не спросив у тебя? Если это на всю ночь, то нет. Привет, мам. Привет, мам. Привет, папа. Привет, папа. Вижу, у тебя есть свободное время. Да я тут весь день сижу. Людям просто надоело, что у нас в магазине ничего нет. Мам, а может тебе закрыть магазин и выйти замуж за Дона Брента? Он хороший. Мы с Доном поженимся, когда ты закончишь школу и станешь самостоятельным. Это уже совсем скоро. Вам лучше пожениться, пока вы еще молоды. Как не стыдно говорить такое маме. Ты достаточно сделала для меня? Поезжай в город и скажи Дону, что ты готова. Его переводят на север. Тем более, он ухаживал за тобой еще когда я был в началке. Если не выйдешь за него сейчас, он найдет себе другую на севере, и ты останешься ни с чем. Пойду переоденусь, а то Морганы ждут. Как тебе там? Ничего. Еда хорошая. Пару вещей я не понимаю. Как Пит потерял ногу? Упал с утеса в лесах. Очень давно ты был совсем маленький. Морган был первый пациент доктора Берна. Он ампутировал ему ногу прямо на кухонном столе, за которым мы там ели. Тогда доктор Берн впервые увидел Эллен Морган. Все знали, что он любил ее. Но ничего не вышло. Почему? Он до сих пор холостяк. Не знаю. Мне показалось, они до сих пор любят друг друга. Но, видимо, она решила посвятить жизнь своему брату. Жаль. Жаль будет, если ты не выйдешь за Дона и не поедешь с ним на север. И если так, как скоро вы с Тиби поженитесь? Без понятия. Чем больше я знаю про женщин, тем меньше я их понимаю. Тут маловато только школьного образования. Сегодня опять заночуешь у Морганов? Нет. Пойду домой через лес, пока светло. Заночую дома. Если вдруг передумаешь... Ничего, если я поеду в город обсудить все с Доном? Не просто обсудить. Возвращайся домой невестой. Нам же не нужна в семье старая дева. Пока. Проход запрещен. О, Ridулонове? Бой��а. Приοι게요. О, само заработать видео никто не далni в основе. ЭТО... ЭТО... ГУНОВ В ВОИip ЕС. КОНЕЦ Как там куры? У нас всегда остаются лишние яйца. Мег. Что, Нейт задавал слишком много вопросов? Да, но у меня те же самые вопросы. Я многое не понимаю. Почему ты не расскажешь, Пит? Я не знал, что тебя что-то беспокоит. А с чего у тебя вдруг возникли вопросы? Из-за него? Возможно. Может, он не вернется? Я думаю, вернется. Я надеюсь. Мег. Ты вдруг стала такая взрослая. Наверное, я к этому не готов. Я привык, что ты ребенок. Что я нужен тебе, как раньше. Я не хочу, чтобы ты покинула нас. Для нас, Эллен, ты важнее всего. Но я хочу тебе только счастья. Я очень люблю вас обоих. Ты задержался? Зашел домой сначала. Ходил через лес. Да, так быстрее. Если днем. Хоть днем, хоть ночью. Не надейся так на храбрость, сынок. Она не поможет. У животных больше храбрости, чем у людей. Тронь черепаху палкой, она вцепится в нее зубами. Потом хоть голову ей отрежь, она не отпустит. Но люди не такие. Мы рождаемся беспомощными. Но потом мы вырастаем. Никто не скажет, что я трус. А кто говорил? Никто пока что. И никто не скажет. КОНЕЦ 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 Он выходил из дома сегодня? Нет. Дай слово. Конечно. Нейт, ты весь мокрый. Принеси одеяло, Мэг. Можешь заночевать в сарае. Я же говорил, а ты не слушал. Я был не у Красного дома, а у ручья, мистер Морган. И это не крики столкнули меня в реку. Это был человек. Такой сильный, что чуть не убил меня. Я думаю, это были вы. Ты слишком много думаешь, сынок. Не все вещи можно понять умом. А есть плохие вещи. Очень опасные, как зыбучий песок. Мне нужна твоя помощь, Нейт. Зачем бы мне тебя убивать? Что же там было, Пит? Этот лес проклят. Мы это знаем. Останешься у нас, Нейт? Почему нет? После всего, что было. И Тиби этого не хочет. После всего, что было, меня не выгонишь отсюда и ружьем. Вчера я поступил как трус. Этот красный дом как-то связан с тем, кто меня ударил. И я выясню, что там происходит. Пусть даже придется потратить все свободное время. Я помогу тебе. Но Пит сказал тебе не ходить в лес. Все равно, я хочу помочь. Ладно. В воскресенье пойдем на разведку. Ну, у тебя же свидание с Тиби. Я не хочу, чтобы она думала, что я прошу тебя остаться. Вдруг она решит, что я хочу тебя отбить. Да, мы собирались пойти поплавать. Может, взять ее с нами, чтобы она не злилась? Спокойной ночи, Нейт. Спасибо. Спокойной ночи, Мэг. Помоги спуститься. Смотри, не урони. Уронить – кто кого держит. Ребята! Я нашла старую тропинку. Посмотрим, куда она ведет. КОНЕЦ Опять тупик. Тут одни тупики. Мне жарко. Мы тут уже 4 часа бродим. Ищи этот дом в свободное время. А сейчас мое время. Ты не забыл? Мы собирались поплавать сегодня. Вдвоем. Помнишь? Идемте на ферму, ребята. Сегодня тепло, можно поплавать. Нейт, что с тобой? А что такое? У тебя такой синяк на плече. Откуда? Это? Не знаю. Знаешь, конечно. Может, поделитесь секретами? У нас нет секретов. Мы же рассказали про Красный дом. Тиби. Я поскользнулся у ручья вчера и ударился плечом. Давай, кто вперед на тот берег. А ты не останешься? У вас же свидание. На двоих. Забыла? Я пойду. Субтитры сделал DimaTorzok Я первая. Любишь меня? Конечно. Тогда поцелуй. Я люблю целоваться. Эй, голубки, ужин готов. Вы с Нейтом собираетесь пожениться, Тиби? Я еще не сказала ему «да, мистер Морган». Она такая упрямая иногда. Мы рады, что ты пришла, Тиби. Нам не хватает компании. Заходи почаще. Да и Нейт будет рад. Как прошел день? Да мы большую часть бродили по лесу, искали дом с привидениями. Я не знал, что тут есть дом с привидениями. Нейт говорит, он красный, хочет найти его. Правда же, глупо. Действительно. А Мэг ходила с вами? Да. В мире и так хватает проблем. Незачем искать их. Нейт справится с проблемой, если знает ее. Это был секрет. Зачем ты разболтала? Я не разболтала. Так получилось. Вообще-то, я не так представляла себе свидание. Знаешь, Тиби, ты такая красивая, особенно когда злишься. Когда ты злишься, ты самая красивая на свете. Может, мне все же взять машину Пита и отвезти тебя? Она тебе нужнее. У тебя же дела. Я дойду сама. Наверное, на неделе мы не увидимся. Ну, скоро экзамен, да еще работа. Я знаю. Но можно попросить, чтобы следующее воскресенье мы провели вместе? Только ты и я. Или тебе важнее играть в прятки в лесу с Мэг? Давай, злись. У тебя щеки краснеют. Не надейся на прощальный поцелуй. Хочу, чтобы ты соскучился. Чтобы он был для тебя важнее, чем дом с привидениями. Оставим его до воскресенья. Я думала, ты спишь, Пит. Ты меня ослушалась. Послушай меня. Я слушаю. Ты ходила в лес с Нейтом. А почему нет? Потому что я так просил. Мы ничего не нашли. Там одни тупики. Мне все равно. Послушай-ка. Ты для меня важнее всего. Если тебе что-то нужно, я это сделаю. Но сделай и ты для меня кое-что. Не ходи в этот лес. Я взрослая и хожу, куда хочу. Я тебя в жизни пальцем не тронул. Но если пойдешь, выпарю. Пит! Пит! Привет, Теллер. Ты домой? Да. Я так и думал. Ходила купаться? Откуда ты знаешь? У тебя же там купальник. Что ты тут делаешь? Тебя жду. Зачем? Хотел попросить кое-что. Ты красивая. Все на месте. К тому же я думаю, ты гораздо умнее, чем может показаться. Возможно. Что именно ты хотел? У меня есть 750 долларов. Купи мне облигации. 750 долларов? Откуда? Украл что ли? Купи облигации. На мое имя. Как только поедешь в город. Вот еще 10 за работу. Я не могу взять. Можешь, можешь. И лучше помалкивай об этом. Я буду ждать тут каждое воскресенье. А почему сам не купишь? Потому что этот тип в сельском банке слишком любопытный. И мне будет приятнее, если ты купишь. Мне пора домой. Помочь перейти ручей? Спасибо, Теллер. Это вся благодарность? А ты хотел больше? Я не знаю, я знаю, что для торговли, чтобы не купить. Теллер, или ты защищай мой лес, или я найду другого. Так держите своих нарушителей дома. Вы дали мне права на этот лес. Я дал тебе права на охоту, чтобы ты в обмен не пускал никого. Мистер Морган, если вы не запретите своей прислуге ходить через лес, может мне взять что-то посильнее дубинки? Давай. То есть можно взять ружье? Мне не нужны трупы. Но что лучше отпугнет нарушителя, чем пуля, пролетевшая у головы? Хорошо, мистер Морган, я сдержу свою часть сделки. Будет весело. Уж ты постарайся. Это твой последний шанс. Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Дорогой Отец наш Небесный, мы молим Тебя благословить всех на земле, кто страдают сердцем и разумом, телом и душой. Ниспошли им надежду и веру, и силу, и покой. Аминь. Что беспокоит тебя, Пит? Ты не ел и не спал. Тебя благословит всех на земле. Ты не ел и не спал. Алло? Да, Тиби, сейчас. Тиби зовет. Привет, Тиби. Нет, я приду. Можешь взять машину, Нейт. Пит разрешил взять машину. Я скоро буду. Пока. Когда я был молод и влюблен, воскресенье было днем для свиданий. Спасибо за машину. Мы всегда готовы помочь любви. Правда же, Мэг? И так гораздо лучше, чем идти через лес. Мне все равно, что он сказал. Я бы лучше погуляла в лесу. Жаль, Тиби не забыла про наше свидание. Да. В этом лесу что-то есть. И чтобы выяснить, что это, надо найти красный дом. А что будем делать, когда найдем его? Распахнем двери, чтобы было светло. Может, тогда многое прояснится. Мы найдем его. Распахнем двери. Я купил подарок к окончанию школы. Хотел отдать потом, но... Ты расстроена. А я хочу, чтобы ты радовалась. Давай, открой сама. Какие красивые. Нравятся? Очень. Давай помогу надеть. Ты простила, что я накричал на тебя. Я не совсем нарушила твой запрет. Я всегда хотела побывать в лесу. Мне казалось, я должна пойти туда. Так странно. Как будто там мне место. Никогда больше не ходи в этот лес. Спасибо за часы. Они очень дороги мне. öffonomru 했던 драки. А вы якорик этот в underneath я тебе estimation... Охотести. И вам какое-то 있고요. Ну- ample... В Tatooли. Охот. Охот. КОНЕЦ. Кстати, хотела бы нев� med notes... Охот. Охот. В смех. Вbianчи. Продолжение следует... 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 Пит! Пит! Где ты, Пит? Пит! Ты не слышал? Эллен ранена. Ей нужна помощь. Да, я знаю. У нее кровь. Она ранена. Эллен потеряна. Потеряна. Ей не помочь. Ты не можешь просто сидеть тут. Она умирает. Она шла в Красный дом. 15 лет этот лес звал меня. Магазин Сторма. Он меня не получит. Нейт! Это Мэг. Помоги мне. Он не сможет. Никто не сможет. Эллен в лесу. Ранена. Теллер стрелял в нее. Я не смогу унести ее. Где она? На тропинке, которая идет мимо камней. Я позвоню доктору и шерифу. И принесу носилки. Скорее! Ты не пойдешь туда. Нельзя. Ты тоже пропадешь. В этом лесу зло. Там очень опасно. Милая, не ходи. Пусти меня. Ты не понимаешь. Я остановила кровь. Все будет хорошо. Скоро тебе помогут. Придет Нейт. И с ним Джонатан. Джонатан. Нужен. Тебе сильно больно? Эллен. Уже не больно. Все хорошо. Пит. Бедный Пит. Пожалей его. Люби его. Как она? Она спит. Я наложила повязку. Спасибо, Нейт. Я сделал носилки из одеяла и двух палок. Другого не нашел. А где доктор Берн? Его не было дома. Ему передадут. Я позвал шерифа. Какой крепкий сон. Она умерла. 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 Привет. Что, соскучился без меня? Я думал только о тебе, милая. Я тоже думал о тебе. Так чего мы ждем? Давай возьмем машину твоего отца и уедем. Уедем? Да отец нас убьет. Давай, милая. Мы уедем в другой штат. Я продам облигацию. Устроим такой медовый месяц, какого ни у кого не было. Машина в сарае у сада. Если поедем по запасной дороге, нас не услышат. Она сильно ранена. Она умерла. Думаешь, я ее не любил? Каждый день все эти годы она умирала за меня. Думаешь, я это забуду? Но она забыла про лес. И это ее убило. Ты меня ненавидишь? Думаю, да. Ты дал ей умереть. Нет. Ты пошла в лес и пострадала. Она пошла. И умерла. У Эллен не было ненависти ко мне. Она все понимала. Теперь и ты оставишь меня, да, Мэг? Да. Все, что я любил, умирает. Я не могу потерять тебя, Джинни. Не называй меня так, Пит. Кто она такая? Кто это, Джинни? Ее звали Дженни Вив? Это моя мама, Пит? Я не знаю. Знаешь, я не могу быть здесь. Да. Это была твоя мама. Теперь довольна? Что с ней стало? Мэг, ради Бога. Ее убили, да? Случайно. Нет, не случайно. Произошло что-то ужасное. Ты ненавидел ее. Ненавидел? Да я ее боготворил. Никто не любил ее так, как я. Но она вышла за твоего отца, человека без сердца. И потому ты убил ее? Нет. Ты должна мне поверить, Мэг. Я ее и пальцем не тронул. Я не сказал ей грубого слова. А когда ты родилась в Красном Доме, я любил тебя, как свою дочь. Вот откуда я помню этот дом. Это он виноват. Он ревновал. Он обвинил нас, Джинни. В плохих вещах. Он врал. Но хуже всего. Он хотел увезти вас, Джинни. Я побежал в Красный Дом. Умолял ее не уезжать. Я слышал его повозку. Я умолял ее передумать, пока не поздно. Она была напугана. Не знаю почему. Она закричала. Но не из-за меня же. И ты убил ее. Нет, это была случайность. Я лишь хотел, чтобы она замолчала. Я лишь закрыл ей рот рукой. Но она задохнулась. Потом пришел он. И взбесился. Я знал, что это его вина. Это он убил Джинни. Я взял кнут. И ударил его. Он больше не был красивым. Я бил, пока он не умер. Я вышел из себя. Потом я положил их в повозку. И погнал лошадей к леднику. Ручей затопил его. Грязь была глубокая. Когда я пришел в себя, я пытался покончить с собой. Я спрыгнул со скалы. Но Эллен выходил у меня. Нейт! Нейт! Нейт, где ты? Он ушел. Он взял ружье и пошел в лес. Теллер убьет его. Я люблю его, Пит. Люблю, как ты любил Джинни. Я не знаю этот лес ночью так, как ты. Помоги мне остановить его. Я забуду все, что было, и не буду тебя винить. Ты можешь искупить свою вину. Джинни тебя простит. Я могу покончить с этим. И буду свободен. К Красному Дому вела дорога. Заводи машину. Я сейчас. Слышишь? Мой отец узнал. Если бы только он. То есть... Им нужен я. Мама меня накажет. Прекрати реветь. Слышишь? Ты меня не любишь. Теллер, стой. Я не знала, что делаю. Может, он тоже не знал. Но все равно он убийца. Убийца? Осторожно, дерево. Мы тут не проедем. Кто там? Это я, шериф. Спешил как мог. Я вызвал полицию штата. Теллера не видел? Нет, шериф. Но я слышал машины в лесу. Я тоже слышал. Теллер тут? Пока нет. Мы вовремя. Идем, милая. Не бойся. Не бойся. Не стой в дверях. Он нас увидит. Зачем закрывать дверь? Заедем. Зачем закрывать дверь? Ну, не бойся. Жил. Не бойся. Горо. Пошел. Пошел. Ничего не изменилось. Все так же, как было. Все так же, как было. Она просто копия ты, Джинни. Я пришел просить тебя не уезжать. Не уезжай с ним, Джинни. Я не могу жить без тебя. Пит, мы пришли помочь Нейту. Его могут убить. Да. Я готов убить, чтобы ты осталась. А вот Херб, он сможет убить за тебя? Когда он вернется домой, мы уже уедем. Я, ты и ребенок. Клянусь, я скорее убью его, чем дам забрать тебя. Оставайся со мной, Джинни. Времени мало. Решай, Джинни, решай. Нейт! Нейт! Мэг! Осторожно. Открой дверь, Мэг. Джинни! Открывай, или я стреляю. Джинни! Мэг! Это Нейт! Стой, или стреляю. Стой, Пит. Стой. Стой. Стой, или я орен, который он отр Acел landный. Если звонят. Продолжение, или прочее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Соса. Соса. Солян. Продолжение следует... С��. В 많은 время... Я решил закончить то, что начала Эллен. Я поджег Красный дом. Смотреть в будущее гораздо лучше, чем в прошлое. Конец. Перевод Алексея Яковлева. 2015 год. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ